Новости на Думской ТВ в прямом эфире о самых важных событиях этого дня корреспонденты нашей информационной службы и я Олег Байдалюк. Здравствуйте! В начале выпуска коротко об основных событиях. Главный фигурант в деле о взятке в 500 тысяч гривен останется под стражей. Заседание в Малиновском суде. Воины АТО пытаются отобрать честно заработанную квартиру. В доме музея Блещенова провели выставку антикварных кукол. Драка между парламентариями. Потасовка обернулся отчет премьер-министра Украины в Верховной Раде. Народный депутат Олег Барна, который собирает подписи за отставку Арсения Яценюка, буквально вынес его на руках из-за трибуны, предварительно вручив букет красных роз. После этого в зале завязалась драка. Никто из депутатов серьезно не пострадал. Драка, дирака, 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 дирака. В обсерваторном переулке задержали подрывника. Им оказался боец АТО, военнослужащий 28-й Одесской мехбригады. Ранним утром к нему в квартиру пришли представители следственных органов, которые собирались его задержать по подозрению в преступлении. В ответ на это мужчина заперся в своей квартире, угрожая правоохранителям гранатой. Он выдернул чеку и грозил подорвать себя и других. Переговоры продолжались на протяжении двух часов, после чего боец все-таки сдался властям. Этот человек подозревается ранее судимый. Он подозревается в совершении преступления громкого. И сотрудники полиции из Мариуполя проводили оперативные мероприятия по его задержанию. И то есть, когда они вошли в эту квартиру, которую он снимал, хотели его задерживать, то он угрожал двумя гранатами, держа в руках РГД-5. Вообще у него оказалось около пяти гранат. Переговоры с бойцом вели руководители следственных органов Одесской полиции. Сам задержанный заявил, совершил такой поступок, так как был уверен, к нему пришли мстить за его боевые заслуги. По словам сослуживцев, психический срыв бойца произошел после просмотра некоего тяжелого фильма о событиях в зоне АТО. Суд зажил площадь. Семья воина АТО может остаться без квартиры из-за махинации риэлторам. Александр Копартех, киборг из Донецкого аэропорта, перед уходом на фронт приобрел жилье, которое теперь пытается отобрать через суд. Подробности процесса в сюжете Александра Тарасенко. Елена Копартех, жена воина АТО, киборга из Донецкого аэропорта Александра. Их семья вот уже несколько месяцев отстаивает в суде свои права на квартиру, которую они купили около года назад. Но в дальнейшем выяснилось, что люди стали жертвой мошеннической схемы. Представители компании, у которой была куплена недвижимость, подали на владельцев в суд. Теперь за прекращение судебного процесса у семьи требуют деньги. Сейчас муж Елены находится в рейсе. Он моряк и до ухода в ряды вооруженных сил добровольцем не один год провел в море, где и заработал на ту самую квартиру. Жилье купили для сына, который крайне возмущен сложившейся ситуацией. Все тебя хотят кинуть на деньги, когда все хотят тебя как-то обмануть. Адвокат, который помогает семье бойца в этом судебном процессе, заявляет, риэлторы не просто совершили махинации во время сделки, но и открытым текстом требуют взятку. Директор Слесарчук требовал у Капартеха Александра Александровича 20 тысяч долларов за закрытие дела и у основных участников процесса. Тогда дело будет закрыто и так далее. То есть просто они хотят из сложившейся ситуации поживиться. Поддержать семью воина АТО в судебном процессе пришли бывшие сослуживцы, а также представители Одесской самообороны. Они говорят, что несмотря на все громкие заявления о реформах, подобные схемы по отъему квартир в Одессе продолжают активно использоваться. Директор этой фирмы, которая занимается продажей, в общем-то все это знал. И понятно, что ребята, будучи приобретателем, не знали их. Ну это система, понимаете, не один раз. Они уже делали много раз. И из-за того, что не работала ни милиция, ни прокуратура нормально, ни суд, такие схемы продолжают работать. Кроме семьи воина АТО отобрать квартиру в том же Новострое пытаются еще у двух семей. Узнав о том, что дело получило огласку в прессе и поддержку самообороны, судья заявила о самоотводе. На следующее судебное заседание должен быть назначен новый представитель Фемиды. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Взяточника оставили под стражей. Михаил Клименко, временно исполняющий обязанности директора госпредприятия «Югвоинстрой», обвиняется в получении взятки в размере 500 тысяч гривен. По данным военной прокуратуры, именно такую сумму он вымогал у частного предпринимателя за подключение к электроподстанции Министерства обороны. Продолжить тему Алла Есина. Апелляционный суд Одесской области становится одним из самых посещаемых в Украине. 11 декабря здесь рассмотрели апелляцию временно исполняющего обязанности директора госпредприятия «Югвоинстрой», который является главным фигурантом в деле о взятке в 500 тысяч гривен. Суд первой инстанции избрал подозреваемому меру пресечения содержания под стражей с возможностью внесения залога более чем в 2 миллиона гривен. Адвокат Михаила Клименко настаивает. Обвинения необоснованные. Мера пресечения не оправдана. Его подопечные скрываться от следствия и суда не планируют. Доказательство предоставляет долгосрочный договор аренды на жилье в Одессе. Кроме того, справка о том, что он является переселенцем из Луганской области, свидетельство о браке, свидетельство о рождении двух малолетних детей, а также данные, которые свидетельствуют о посещении детьми школы и, соответственно, детского сада. Правозащитник просит заменить содержание под стражей на личные обязательства. Михаил Клименко является уроженцем Луганской области. По данным обвинения, у него есть недвижимое имущество на неконтролируемых Украиной территориях, где подозреваемый может укрыться от расследования. Кроме того, в ходе следствия была вскрыта банковская ячейка Михаила Клименко, где правоохранители обнаружили значительную сумму денежных средств. После недлительного совещания коллегия судей апелляционной инстанции вынесла постановление. Военная прокуратура продолжит расследование. Михаилу Клименко грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Алла Есина, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Вместо детской площадки очередной новострой. 11-этажное здание, вопреки государственным строительным нормам, возводят посреди двора на улице Вильямса. С обеспокоенными жителями общалась Анастасия Большедворова. Она расскажет больше. Спереди дом, слева дом, справа дом. Похоже, скоро жители по адресу Вильямса 60-62 будут добираться домой только по трубе. Очередную высотку пытаются втиснуть прямо посреди двора. Местные жители возмущены, ведь здесь обещали построить детскую площадку. На крайний случай паркинг. Нам говорили, что здесь будет паркинг. Подземный паркинг. Естественно, подземный паркинг – это не 11-14-этажное здание. Но это вообще абсурд. Вы понимаете, солнечного света мы никогда в жизни уже не увидим. Согласно государственным строительным нормам, между домами должно быть такое расстояние, чтобы новостройка не загораживала солнечный свет. Но больше всего люди боятся пожара. Ведь из-за будущего строения к их домам ни одна пожарная машина не подберется. В шоке от того, что, если не дай бог пожара, вот сейчас вот уже новые здания горят в Аркадии, и вот машина сюда просто никакая не заедет, учитывая то, что в Одессе просто не существует никакой ни одной машины для гашения пожара выше девятого этажа. По нормативам рядом с существующей девятиэтажкой можно строить не ближе, чем на расстоянии 15-20 метров. Но здесь до некоторых жилых домов нет и 10 метров. Кроме того, об этом строительстве не в курсе и в мэрии. Обратились в горы с полком, в управление капитального строительства и управление архитектурой. Управление архитектуры нам написало, что она не выдавала разрешение на строительство. На заборе нет никакой информации о застройщике генплана, этажности постройки, что является еще одним грубейшим нарушением законодательства. Особенно если учесть, что заказчиком на строительство жилого дома является КП «Городское капитальное строительство». Посмотрите, какое прекрасное пустующее поле прямо в центре жилого двора. Они возвестили и здесь новострой, да повыше не менее 20 этажей. Анастасия Большедворова, Евгений Очменцев, Думская ТВ. Нет! Заседание суда по делу 2 мая снова перенесли. На процесс не явились сразу 4 адвоката, которые защищают интересы подозреваемых. В этот день судьи должны были продолжить зачитывать обвинительный акт. Напомню, что на предыдущем заседании суд продлил арест для пяти подозреваемых, отменив возможность их выхода на свободу под залог. После оглашения этого решения один из подсудимых вскрыл себе вены прямо в зале суда. Эхо трагедии. В областной администрации наградили участников спасательной операции затонувшего судна «Иволга», которое пошло на дно у берегов затоки 17 октября. Тогда погибло 20 рыбаков, еще двое считаются пропавшими без вести. С героями-спасателями общался наш корреспондент Александр Тарасенко. В этом зале собрались люди, которые спасали жизни в штормящем море у берегов затоки. 17 октября водолазный катер «Иволга» возвращался с морской рыбалки и примерно в 300 метрах от берега опрокинулся и затонул. На спасение бросились местные пограничники и службы ГСЧС. Но первым к месту крушения прибыл рыбацкий катер под управлением капитана Александра Ширяева. Справа слева плавало много людей, справа намеляки двое намели, походу они утонули. Четверых мы с «Иволги» сняли с носа и троих слева борта. У нас еще три человека было, тоже подняли. Всего Александру вместе с его командой удалось спасти восьмерых рыбаков. За все годы, которые капитан провел в море, такую трагедию он видел впервые, признается рыбак. Десять лет я уже хожу в море, такого не было. Я вообще удивлен, как можно было перевернуть этот катер. Это просто нереально. Всего почетные награды с подписью премьер-министра получило около двух десятков пограничников и спасателей. Следственные действия продолжаются, и виновные будут обязательно наказаны, заявил представитель из министерства. Ответственность будет достаточно жесткая в трех направлениях. С точки зрения уголовной ответственности, это задача органов следствия. Следствие продолжается, и в установленные сроки оно будет закончено, и все виновные будут привлечены к ответственности. Премьер-министр дал жесткое поручение министру новых дел Арсену Авакову взять это под личный контроль. Уже в этот понедельник начнется суд над капитаном Иволги, который вышел в море с большим перегрузом на борту. Этот фактор, по мнению следствия, стал одной из основных причин страшной трагедии. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Совместный проект телеканала Думская ТВ и Одесского лицея технологии и дизайна Южно-Украинского педагогического университета имени Ушинского завершился выпуском патриотического календаря. Уникальное издание презентовали на открытии новой школы туризма и гостеприимства. Павел Репин расскажет больше. Профессиональному гостеприимству научат в Одесском лицее технологии и дизайна. Уникальная школа туризма за короткий срок откроет все тонкости гостиничного и туристического бизнеса. Мы собрали ведущих специалистов по IT-технологии, туристическим технологиям, технологиям гостеприимства, технологии экскурсоведения, для того, чтобы наши выпускники и выпускники новой школы туризма были максимально востребованы и, самое главное, получили образование в короткие сроки. Неотъемлемая составляющая востребованного специалиста туристического бизнеса – знание иностранных языков. В новой школе им уделяется особое внимание. Обучение будет проходить в течение девяти месяцев с прохождением практики в сфере гостиничного бизнеса. Туризм получает широкое развитие сейчас в регионе и не хватает специалистов. Необходимо за короткие сроки подготовить грамотных людей, которые смогут сопровождать туристическую группу, которые смогут компилировать тур, грамотно предлагать его для наших клиентов. Поэтому, я думаю, специфика того, что мы очень быстро будем предоставлять новых сотрудников. Мы решили создать новый проект, новую школу для того, чтобы усилить сегодня то образовательное направление, которое является в старом стандарте, для того, чтобы сегодня город Одесса получил совершенно нового, подготовленного специалиста, высоко квалифицированного рабочего в области туристического, гостиничного хозяйства и ресторана. В рамках открытия новой школы туризма и гостеприимства презентовали совместный проект телеканала «Думская ТВ» и Одесского лицея технологии дизайна «Патриотический календарь». В современных образах украинок, созданных лицеистами, выступили сотрудницы телеканала. Работа над календарем длилась несколько месяцев. В преддверии Нового года он вышел из печати. Павел Репин, Алексей Мураховский, Думская ТВ 19 век в центре Одессы. В доме музея Блещенова открылась выставка антикварных кукол. Все они принадлежат одному коллекционеру и собраны по всему миру. Подробнее в сюжете Ольги Китик. Редкие антикварные куклы на выставке в доме музея Блещенова. Фарфоровые красавицы родились еще в 19 веке. Коллекционер Оксана Грузей собирала их по всей Украине. Каждая кукла уникальна. Они создавались в Европе и Царской России. «Здесь порядка 20 фарфоровых кукол. И также различные аксессуары, которые дополнят понимание культуры 19 века. Там и кукольная посудка различная представлена. Причем очень часто это…» Хобби у коллекционера появилось случайно. Оксана искала куклу в старинном платье для украшения интерьера. С этого и началась любовь к антикварным куколкам. Одежду и аксессуары для любимец коллекционер подбирает сама. «Старинное украшение найти не так сложно в наше время. Но оно должно было быть в миниатюре. То есть оно должно было подходить к кукле. И вот в этом была тоже определенная сложность». Из всех кукол только у одной есть имя – Елизавета. Она француженка, но ее хозяйка живет в Одессе. «Я общаюсь с девушками, которые тоже являются коллекционерами. Но пока они ведут общение только на форумах. Ну и пока они не выставляли свои экспонаты». Выставка антикварных кукол будет проходить до конца зимы. Ольга Китик, Алексей Мороховский, Думская ТВ. Филиал «Инфоксводоканала» предлагает одесситам придерживаться многолетних традиций и встретить Новый год без долгов за воду. Подробности в нашем сюжете далее. Одесса – один из первых городов Украины, в котором отказались от жидкого хлора и перевели насосные станции на безопасный гипохлорид натрия. Кроме этого, проведена реконструкция очистных сооружений и водонасосных станций, что позволило еще более качественно обеззараживать воду. «Это благодаря тому, что были модернизированы очистные сооружения. Наш город первым перешел на гипохлорид натрия». Сделать это предприятию удалось, несмотря на возрастающую задолженность потребителей за воду, размер которой достиг порядка 140 миллионов гривен. С нового года в связи с повышением стоимости электроэнергии изменится и цена на холодную воду. «Установлены измененные тарифы на централизованное водоснабжение 5 гривен 64 копейки с НДС, на централизованное водоотведение 4 гривны 65 копеек и 60 еще. Суммарно 10 гривен 296 тысячных. То есть эти тарифы будут введены с 1 января 2016 года». Специалисты Инфоксводоканала призывают всех одесситов не изменять традициям и входить в Новый год без долгов. Более того, рекомендуют погасить долги до 20 декабря еще по старым тарифам. «Еще раз призываем наших абонентов, не дожидаясь 1 января 2016 года, погасить имеющуюся задолженность. Хочу отметить, что всегда у всех есть хорошая традиция перед Новым годом, что в Новый год все пытаются входить не только без долгов, но и мы надеемся, что войдут одесситы в Новый год еще с водой». От этого зависит качество предоставляемых услуг. Предприятие всегда готово пойти навстречу своим абонентам и предлагает воспользоваться различными системами оплаты. Получить информацию о состоянии лицевого счета, платежах и показаниях счетчиков абоненты могут круглосуточно, позвонив на горячую линию компании по номеру 705-55-05. Марина Романова, Евгений Ячменцев, Думская ТВ И это все новости на сегодня. Дальше информация о погоде. Если вы стали свидетелем резонансного события, мы ждем ваших звонков. Это очень важно для нас. 788-0075, пожалуйста, звоните. Очень интересных тем много. Мы ждем их от вас. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»